Ежегодно в России регистрируется около 3000 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Около 30 больных погибают. Что делать, чтобы не стать жертвой опасного насекомого? И как действовать при укусе? Сейчас расскажем. По информации Управления Роспотребнадзора, в этом месяце от укусов клещей в Подмосковье уже пострадали почти 400 человек. Почти 100 из них дети. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А безопасить себя от укуса клеща можно. Пока самым эффективным методом является вакцинация. Но проходить ее необходимо минимум за полтора месяца до выезда в опасный регион. Отправляясь на дачу или в лес, позаботьтесь о правильной экипировке. Светлой одежде с плотно прилегающими манжетами, брюками, заправленными в обувь в головном уборе. То, что клещи падают на человека с деревьев – частое заблуждение. Насекомое обитает в траве и нападает сверху вниз. Поэтому старайтесь часто осматривать одежду. Что же делать, если клещ все-таки укусил? Ни в коем случае нельзя выдергивать его рукой или стряхивать. Так головка паразита может остаться в организме человека. А удалить ее потом весьма сложно. Перед удалением насекомого нужно смочить спиртом, мыльным раствором или подсолнечным маслом. Извлечь клеща можно при помощи пинцета или ниток. После того, как достанете насекомого из тела, место укуса надо обработать зеленкой, йодом или спиртом. Если в течение месяца после укуса вы почувствуете ухудшение самочувствия, повышение температуры, сыпь, боль в мышцах и суставах, а на месте укуса увидите сильное покраснение или опухоль, незамедлительно обратитесь к врачу. Симптомы могут стать вестником опасной болезни. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».